Всем привет! Меня зовут Александр Ростовский. Сегодня я хочу рассказать вам очередную историю о том, как работает цензура в ютубе. Эта история особенно меня возмутила. И если я буду проявлять излишнюю эмоциональность, прошу прощения заранее. Сейчас станет понятно почему. Речь пойдет об одной песне, хорошо известной каждому нашему человеку. Вот она. Ну, эта песня действительно имеет удивительную силу. И, наверное, сегодня есть уже люди, на которых она не действует. Стараниями наших западных друзей за последние 20 лет. Молодежь, конечно, может и не испытывать ничего, когда слышат ее. Но мы сейчас не об этом. А дело в том, что, оказывается, песня «Священная война» называется «Secret War». И имеет достаточно широкое распространение. Здесь вот, если я не ошибаюсь. Вот. Вот. Amazon.com тут некий, то есть, ну, вроде как написано «Free», «Свободно». В общем, в чем суть. Вчера вечером я опубликовал у себя на канале эту песню. Вот с такой замечательной картинкой. «Теплой, доброй». Каждый пользователь YouTube, кто имеет канал, кто выкладывает видео, время от времени заходит в менеджер видео для того, чтобы увидеть, а нет ли претензий о нарушении авторских прав, совпадении со сторонним содержанием. Ну, так делаю и я. Сразу же, как только я выложил эту песню, вчера вечером, ну, естественно, хотелось посмотреть, а есть ли претензии. И я уже заранее, в общем-то, знал, что они будут. И действительно они были. Сейчас я покажу, как это было. Значит, в вашем видео есть песня, права на которую принадлежат другому лицу. Например, она используется как фон. Или ее кто-то исполняет. Ну, да, действительно, кто-то исполняет. Значит, ваше видео можно смотреть. Представляете, как здорово. Подробная информация. Значит, по мнению сервиса, эта песня называется Позватна Валка. Не знаю, честно говоря, то ли это на польском языке, то ли еще на каком. Значит, музыкальные композиции. Правообладатель. Вот тут некто вот один или несколько публичные права. В общем, не силен я в пиндовском языке. Вот. На вот эту жалобу мне было написано возражение. Вчера, сразу же. И в первую же секунду жалоба была отозвана. Ну, я так понимаю, автоматически. Вот. В какой-то момент мне показалось, что на этом все кончилось. Но сегодня, когда я зашел опять в менеджер видео для того, чтобы посмотреть, они образовались ли еще какие-нибудь претензии. Ну, я увидел, что они образовались. И на этот раз, значит, песня Священная Война у нас зовется The Sacred War. Вот. Если это так звучит на фашистском языке. Вот. И теперь правообладатель называется у нас вот так. Ну, мной, естественно, было отправлено еще одно возражение. Вот. Вот. Такого. Содержания. Вот. Вот. Видите, тут я вот. Я добросовестно полагаю, что описание, что описанные выше жалобы были отправлены по ошибке. И что я обладаю всеми необходимыми правами на использование и содержание моего видео. То есть, вот, вопрос в том, вот, обладаем ли мы правами на песню Священная Война. Мы. Все мы. Все граждане России, Советского Союза. Либо правами все-таки на эту песню обладает вот некто или нечто, не знаю, что это. Вот. То есть, что произошло в 1991 году после поражения в войне. Да. Когда победитель пришел и взял все. Вот. Вообще все. Души, тела, экономику, политику. Ну, самое главное, конечно, души. И вот теперь, да, вот. Видим, как вот. Ну, это маленький эпизод, конечно. Это маленький фрагмент большой, огромной картины, да. Вот. Когда нас просто ограбили вообще. Эта песня, вот, она принадлежит всему нашему народу. Просто по умолчанию. Да. Она написана в 1941 году и никаких авторских прав на нее быть не может. Ну, кто знает о подробностях с авторскими правами. Те знают, о чем идет речь. И дело в том, что это не единичный случай. Любой контент, если так вот сказать на их языке, патриотического содержания, атакуется претензиями просто по максимуму. Уже давно здесь, так сказать, во вражеском сервисе. И как только речь заходит об эмоционально сильном содержании неком, каких-то песнях, каких-то фильмах советских. Все время отыскивается какой-нибудь правообладатель, появляются претензии и пользователи вынуждают удалить это. А почему? Потому что люди смотрят, люди слушают, пишут вот такие комментарии, пробуждаются, понимают, что произошло и что происходит. И таким образом американская оккупация приближается к своему концу. Здесь вот есть на английском языке текст этой песни. На всякий случай, пусть слушают, пусть слушают, читают, переводят. Ну, на этом, наверное, все. Если у вас есть какие-то подобные случаи, подобные истории, делайте ролики, выкладывайте. Пишите мне, я буду выкладывать у себя на своем канале. Мы должны сделать максимальное распространение этой темы. Для того, чтобы пробить информационную блокаду. Для того, чтобы сбросить американскую оккупацию. В конце концов, сколько можно, сколько лет мы будем терпеть еще это. Все. Всем спасибо. На сегодня все. До свидания.